И раз мы уже здесь прописались, на улице автомобилистов, мы немножко отойдем от привычной нам темы. То есть торговые ряды автомобилистов находятся чуть сзади. Если вы на север проедете, то здесь, на улице автомобилистов 8Б, вы получите уникальную возможность окунуться в мир посуды. Дело в том, что эта фирма работает на этом месте с 2004 года. То есть через два года будет 10 лет. Представляете, залог стабильности. Мало того, в этой фирме еще и большое спасибо говорят все. Ну, те, кто имеют кафешки, те, кто занимается бизнесом. Да и просто те люди, которые хотят деньги экономить. Потому что здесь, на площади в 300 квадратных метров, есть буквально все для дома. И посуды, и предметы интерьера. Место для тех, кто хочет заниматься бизнесом. Настоящим бизнесом. То есть общепит. Дело в том, что в Магнитогорске очень мало пунктов, нормальных пунктов общественного питания. Кроме всего прочего, в Магнитогорске также мало домов отдыха. В общем, мест, где можно отдохнуть. И я специально встал на фоне вот этих замечательных кастрюль. Которых здесь больше, чем где-либо в городе. Они еще и по цене, ниже, чем где-либо в городе. И небольшой такой укол. Цептеру. Кастрюльки там стоят порядка 300 долларов. Некоторые и тысячу стоят. За что деньги платить, непонятно. Когда все то же самое, из качественной нержавеющей стали, с остальным дном, в топе, стоит, сколько же стоит? А, две с небольшим тысяч рублей. Ну, промышленный такой размерчик. Да и производители здесь вполне взрослые. Германия, Франция, Испания и Италия. Законодатели мод в мире посуды, если что. Дилеров в городе много. Я не про автомобильные дилеры сегодня говорю. Есть те, кто пытаются перетянуть одеяло славы. Так вот, Ашинская посуда представлена только здесь. И это и есть официальный представитель мир посуды. И почему я заостряю ваше внимание на вот этих замечательных кастрюльках? Да потому что магазинов в городе в действительности много. Вот где покушать-то мало. То есть, если у вас, допустим, на пенсии появилась возможность обменять свою квартиру на квартиру на первом этаже, сделайте это дело. Если вы умеете делать отличные борщи, то, пожалуйста, никаких вопросов. Я сегодня покушал два чебурека и две тарелки пельменей. В смысле, две порции. Отдал за все это дело 250 рублей практически. То есть, посчитайте, да, тысячу рублей заработать, оказывается, на пенсии в день. Просто легко и элементарно. Либо заработать, либо деньги сэкономить. Потому как, и это ни для кого не секрет, большие магазины и то, что побольше, не утруждают себя поиском низких цен. Типа, пиплс хавает и придет за именем. Так вот, все те же брендовые имена здесь есть. Но дешевле. Пойдемте все отдыхать в ресторанах. Нет, вы без денег не останетесь, если рестораны будут на манеру турецких сделанных. Или американских. То есть, там это место отдыха. Это только у нас. Вы, и я в том числе, в ресторане проплачиваете евроремонт, лизинг, ипотеку, и дорогую посуду, и утварь, и все остальное. Во всем мире немножко по-другому. То есть, там попроще делается все. И, конечно, в российской действительности есть. И дома престарелых, и детские садики, и ясельки. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок кушал из разбитой посуды. И вот мир посуды постоянно участвует в тендерах. И выигрывает их. Потому что предлагает для бюджетных организаций самые низкие цены. К примеру, тарелочки могут стартовать от 20 рублей. Ну, а почему бы и нет? И вот вам визуальные доказательства низких цен. Хотя есть, естественно, и чисто ресторанная, стильная продукция. Опять же, цены, на которую здесь не кусаются. Как и на вкусную кжель, бересту и многое из того, что приятно внести либо в свою жизнь, пометуя о нашей российской сути, либо взять с собой в подарок в страны, дарящие нам удовольствие и здоровье. А то, что мы туда, в который десяток раз, да и с пустыми руками-то. Отдельная тема – это ассортимент. Представляете, 300 квадратных метров и 10 тысяч наименований продукции. 10 тысяч. В большом торговом центре это бы заняло целый этаж. Здесь все немножко вот так вот плетно, но зато интересно. Можно походить, повыбирать. И вот плетеная корзина. Очень удобная штука для дома. Это не пластик, который часто бывает такой, очень опасный. Это настоящий экологически чистый материал. Ну и, скажем, спасибо такому замечательному лету, которое началось в середине апреля месяца. То есть, очень скоро вот в этих корзинах будет находиться ваше национальное достояние. Как-то грибы, ягоды, огурцы, помидоры. Кстати, про природу, наше другое национальное достояние. Ее тоже беречь бы надо, а не захламлять мусором и бутылками. И для туристов отличная многоразовая посуда в спецмешках. Ну и в завершении про предметы ландшафтного дизайна. Есть такие фенечки, как гномы и статуэтки. Так главная фишка мира посуда – это цены на них в два раза меньше, чем у конкурентов. Я всем говорю, прекратите халяву давить. Давайте работайте, но не получается. И здесь, в центре деловой активности города Магнитогорска, люди работают до пяти часов, точнее, до полпятого. Ну что ж, зато бизнес идет хорошо. Значит, люди сюда приезжают. А тот, кто не успел, по какой-то определенной причине приехать на автомобилистов 8Б, место понятное, да? Вот этот мир посуды, то на Ленинградской 15 есть тот магазин, который работает до 8 часов вечера.